Всем привет, с вами Прио. Патчу 8.3 уже целых два дня. Я думаю, многие люди успели потестить видение, абсолютно новый контент, который позволяет прокачивать плащ. Плащ это основная фишечка 8.3, которая, во-первых, будет помогать нам при прохождении видений для своего же улучшения, ну, звучит весьма интересно, а также плащ будет помогать нам избавляться от порчи, которую мы будем набирать от вещей различных оскверненных с целью того, чтобы повысить свой дэмэдж. Но все-таки от всей порчи там не избавиться, немножко ее будет, и какие-то негативные эффекты, наверное, мы будем ловить. Но не об этом речь. Видение. Что это? Видение — это оскверненный образ Аргримара или Штормграда. Конкретно в текущее КД это Аргримар. Наверное, следующее будет Штормград, и так они будут меняться и меняться еженедельно. Ну, посмотрим. Также, видение — это прекрасный способ прокачать свой плащ, но также проверить свои силы, как в соло-контенте, так и в групповом контенте. Это сценарий, который можно пройти в 1-5 человек. Без разницы, какой сетап. Дамагер, 5 дамагеров, 1 дамагер, 1 хил, 1 танк, 1 хил, 1 хил, 1 дамагер. Можете экспериментировать, как вам угодно. И чем лучше, конечно же, у вас плащ, тем проще все это проходится. То есть первый левел плаща гасит потерю здравомыслия всего на 20%, третий и четвертый левел на 25%, ну а пятый левел на 40%. И с пятым левелом, в принципе, конечно, уже все намного легче проходится. На шестом левеле плащ заимеет активную кнопку, которая будет освобождать от порчи, которая набирается из предметов. Ну а на двенадцатом левеле будет прок основной характеристики. И с целью того, чтобы все эти видения проходились еще легче, нужно собирать валюту под названием Carrupted Mementos. Она пока что не переведена, но я думаю, в скором времени ее локализуют. Пора бы уже. Я думаю, с этим разработчики Blizzard-локализаторы справятся. Собираем валюту, прокачиваем талантики, и нам становится еще легче все проходить. И чем лучше мы зачищаем зоны в плане своего качества, тем больше наград мы получаем. Например, если просто зайти в видение и убить трала, то есть просто прямиком в дорожку этот домик пройти, то мы получим малую награду. Это не особо интересно. Там мы можем свернуть налево. Это будет уже зона тир-2. Чуть сложнее, чем обычная первая, в которой мы просто делаем трывок вперед, убиваем немножко мобоффа, убиваем трала. И, конечно же, награда за тир-2 зону будет интереснее. Но также можно, в принципе, в текущей АКД пройти две тир-2 зоны. Ну а те, кто там вообще любитель хардкора, может и тир-3 зону попытаться пройти. Тир-1 зона, в ней здравомыслие теряется 6 единиц в секунду. Тир-2 зона, 8 единиц в секунду. Тир-3 зона, 12 здравомыслие в секунду теряется. То есть нужно действовать быстро, нужно действовать резко, нужно много ДПСа, нужны инвиз-поушены, вроде бы мне люди рассказывали на тир-3 локацию. И все такое прочее. То есть подготовка должна быть, ну, такая неплохая. И сегодня на стриме с третьим левелом плащика у меня получилось зачистить две тир-2 зоны. То есть без какого-либо опыта, без чего-то прям оверпауэр, бафнутого такого. Просто при своем этом левеле, вовспеке, анхолике, То есть, в принципе, я танчу обычно все время, но решил в анхолике побегать, так как это побыстрее все-таки. И что-то вот получилось. Далее 10 минут, которые вы увидите. Это концовка первого рана и эмоции от него. Ну а далее полностью прохождение абсолютно всего видения. Уже более успешное оно и более интересное, с некоторыми интересными комментариями. Я думаю, это будет полезно людям, которые еще не были в видениях. И, может быть, они увидят для себя что-то интересное, увидят, как работать с какими-либо способностями, как можно терять меньше здравомыслия и как можно приятно юзать тот талант, который мы берем в первом тире у Матриарха. Вот такое вот вступление. Наслаждайтесь, приятного вам просмотра. Заранее берегите ноги, счастья и здоровья вам. Также в ВК-группе есть голосование, с помощью которого я могу узнать, чем нынче занимаются игроки Варкрафта. Не ленитесь, проголосуйте. Ссылка в описании, как всегда. Ссылка в описании, как всегда. Ссылка в описании, как всегда. Шадоу болт этот, который он кидает, он должен, типа, через него обратно влететь. Но это сложно реализовать. Типа, нужно успеть за спину ему забежать после его чарджа. Вот я не успел, минус 36 с другой мысли. Ну, это не критично, но все же. Ну, либо я неправильно понимаю, как эта способность работает просто. Ну, мне кажется, как-то так. Чат, у вас есть мысли? Он кидает шар, как прист, так что ничего делать не надо. Ну, в смысле, а почему тогда у меня когда-то понижается здравомыслие, а когда-то нет? Когда я забегаю ему за спину, в момент полета этого шара обратно, я не теряю здравомыслие. Когда я не забегаю, я теряю здравомыслие. Чат. Ну, че, идем в вторую тир-2 зону? Контентище! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok